Здравствуйте! Вы смотрите программу Формула здоровья. С вами Мария Шматкова. Сегодня у нас в гостях Павел Бережанский, врач-педиатр Одинцовской областной больницы, депутат Совета депутатов Одинцовского городского округа. Здравствуйте, Павел. Здравствуйте, Мария. Рада видеть вас в нашей студии. Пригласили вас сегодня не случайно. Очень много сейчас говорится об иммунитете. Огромное количество разной информации, в том числе и фейковой в соцсетях, появляется о том, как нужно использовать имбирь, чтобы поднять иммунитет или разные другие способы. Сегодня хотелось бы, чтобы мы развенчали все эти мифы. И все-таки, Павел, что такое иммунитет и как его? И возможно ли его вот так вот в экстренных условиях поддержать и быть во всеоружии к встрече с коронавирусом? Понятно. Но вообще это очень частый вопрос. Я работаю врачом-педиатром, и родители часто приходят и говорят, доктор, чтобы нам попить для иммунитета? Где волшебные пилюли, да? Да, чтобы нам вот такого вот взять и вот выпить. Но, к сожалению, такого нет для иммунитета. Иммунитет, по сути, это тысяча, миллионы клеточек, миллионы ферментов, миллионы веществ, которые взаимодействуют друг с другом, которые развивались на протяжении всей эволюции, которые защищают наш организм от чужеродных агентов. Получается, это как здание, да? Ну, будем так говорить, что каждая клеточка – это кирпичик. Да, каждая клеточка – кирпичик. И все действуют по-разному. Часть клеток действует против бактерий, часть клеток действует против вирусов, против грибков, против простейших и так далее. И все они находятся в очень сложном взаимодействии. И, действительно, если влезать, лечить иммунитет, то это, во-первых, очень сложно, раз. Во-вторых, это надо делать, может быть, у одного, если ребенка из 100 тысяч, только у одного из 100, у одного из 50 тысяч бывает нарушение иммунитета, когда действительно надо влезать и помогать иммунитету работать. То есть, вот эта фраза «сейчас мы попьем витаминочек или таблеточек, мы сейчас поднимем иммунитет» или «подготовимся к сезону простуд и заболеваний» – это все, в общем-то, ну, как бы не имеет никаких оснований. Это, по сути, один большой фейк, потому что иммунитет в аптеке купить нельзя. Но нас призывают к этому. Да, это реклама, это реклама, понятно, что это. Но надо понять, что иммунитет бывает местный, иммунитет, по сути, это то, что у нас есть на коже, то, что есть у нас на саготке, и бывает иммунитет общий. Вот с местным иммунитетом можно с ним работать, по сути, 90% вирусных эффекций, бактерий и так далее, все равно застревают у нас или в носу, или в горле, все начинается обычно оттуда. Или остаются на руках, и после того, как мы помоем руки с мылом, они чудесным образом исчезают. Да, это есть такое. Но очень часто остается на руках, дети бегают по площадке, дети облизывают столбы, дети суют руки в рот, чешут нос вот так. Ну, едят уже песок из песочницы, давайте не скрывать уже, да, куличики не отменял. И, по сути, самое главное, чтобы поднять иммунитет, ну, вообще, самый главный иммуномодулятор для детей – это адекватные родители. Вот это самый главный иммуномодулятор. Потому что, во-первых, иммунитет надо не поддерживать, его надо сохранять с самого рождения, чтобы потом его не лечить, его не исправлять. У нас очень много, ну, по сути, да, очень много каких-то глупостей, говорят очень много каких-то шуток про иммунитет, что бывает ребенок чихнет, у него уже, грубо говоря, свеча в попе торчит, потому что, да, ну, надо же поддержать, он же чихнул, чтобы дальше не заболел. Но иммунитет не работает так. Иммунитет работает как? Попал вирус в организм, иммунитет начинает поднимать температуру организма. То есть температура – это защитная реакция организма. То есть это норма? Это норма. Если температура не поднимается на вирусную бактериальную инфекцию, вот здесь уже иммунитет страдает. Чаще это бывает у тяжелых аллергиков, у тяжелых иммунодефицитников. Температура поднялась, если попала вирусная инфекция, вырабатываются интерфероны. Вон те самые, которые мы сразу начинаем свечами давать, орбидолы и так далее, различные препараты. То есть получается, что организм устроен так, что все предусмотрено. Да, он выработал эти интерфероны. И если появляется вирус, то есть то, что его убивает. Убивает, да. Выработал эти интерфероны. Но не зря эволюция была создана. Потому что человек пережил динозавров, человек пережил ледниковые периоды, пережил все. И во всяком случае, мода на лечение интерферонами появилась буквально лет 20 назад. До этого их не было, и все выжили. До этого, не знаю, в моем детстве самые лучшие иммуномодуляторы и стимуляторы, это было, не знаю, вот попей морс и иди гулять целый день на улицу. Только не забудь прийти по обеду. Все. Есть определенные простые правила, как надо сохранять иммунитет. Ну давайте их еще раз озвучим, потому что я так понимаю, что родители снова и снова задают одни и те же вопросы. Постоянно. Меняется время, но не меняется тема вопросов. Первое, это, конечно же, свежий воздух. И всем родителям говорю, если вы идете, например, в магазин, ну не заводите ребенка в магазин с собой, купите продукты сами. Пускай ребенок в этот момент с папой или с мамой, наоборот, погуляет на улице возле магазина. Это первое, потому что свежий воздух – это надо. Обычно в последнее время мы стали даже с некоторыми родителями договариваться, играть в игру и так далее. Они со своими детьми, что один час, проведенный на улице, они ставят ребенку один балл. Они первую неделю, они за этим следят и потом приходят, но 80% двоечники, процентов. Вот действительно, отличников, вот, наверное, из 50 человек у нас отличников был один человек, который реально по 5 часов... Целенаправленно гулял, гулял, гулял. Мы посмотрели на свои оценки, что, ага, оказывается, у нас дети двоечники. Буквально потом мы с ними стали работать еще в следующей неделе, это в течение месяца я их наблюдал. Вот именно эта система БАЛИНа очень отлично работает. И к концу месяца люди стали справляться, 4-5 у всех получилось. Никто не хотел быть двоечником. А, кстати, как они его чувствовали в конце этого эксперимента? Вот прошел месяц, я так понимаю, количество времени, отведенное на прогулки, оно возросло. Это как-то повлияло на общее самочувствие и родителей, и ребенка? Да, конечно, нет, но вот мы помимо того, что и общее самочувствие оценивали, мы оценивали еще и медицинские параметры у детей. То есть мы им проводили, вначале сделали ЭКГ, провели детям, это раз. Проводили им оценку там и микроциркуляции, проводили оценку общего состояния по специальным анкетам. И через месяц, во-первых, родители были довольны сами, что столько времени проводят на улице. Оказывается, многие стали читать на улице, пока дети гуляют. Говорят, почему бы и нет чем-то заняться, потому что первые часы, говорит, невыносимо. Да, можно совмещать приятное с полезным. Конечно, дети стали меньше проводить времени у компьютера, смартфонов и так далее. Потому что понятно, что в настоящей действительности, ну, проще дать ему телефон, проще дать, не знаю, там, чупа-чупс, чтобы он спокойненько посидел. Ну, и в этом случае мы что получаем? Получаем избыток сахара, получаем гиподинамию, получаем расшатанную нервную систему. Мы делали такие исследования, которые как раз оценивают нервную систему. И через месяц у детей эти показатели стали в разы выше. Потому что стали меньше времени вообще проводить дома и, не знаю, маяться. Ну, сейчас вот, к сожалению, все мы находимся в режиме самоизоляции. И, безусловно, больше основная часть населения живет в домах, в многоквартирных домах. И, безусловно, не все могут выходить на улицу. Сейчас, да, сейчас понятно. Сейчас у нас 19 марта режим самоизоляции идет. Но, с одной стороны, это замечательное время, когда можно провести больше времени с детьми. И можно как раз заняться пониманием, не знаю, развитием иммунитета ребенка. Это очень важно, потому что, когда мы работаем в круговороте вообще дел, с утра ребенка отвели в садик, потом побежали на работу, быстро пришли, забрали и так далее. Это очень сложно. А сейчас самый тот период. Потому что, как я и сказал, адекватный родитель – это вообще самое важное. Сейчас есть возможность заниматься дома. Это как? Первое правило – это, опять же, воздух, то есть проветривание. Температура в помещении должна быть идеальная – 19, не знаю, 22 градуса. Это идеальная температура. Если сильно перегреваете, у ребенка защитные, по сути, те же самые интерфероны, которые содержатся у нас в коже, они очень сильно уменьшаются. Потому что, ну, начинают развиваться бактерии и губят их. Потому что все бактерии, во-первых, сладкоежки, все бактерии любят тепло. Тут понятно. Это, опять же, к тому, что если у ребенка высокая температура, сладкого давать нельзя. Потому что на вирусную инфекцию легко наслаивается сверху бактериальная, потому что бактерии сладкоежки. Это есть. Следующее – должна быть адекватная влажность. Влажность должна быть в районе 50-60%. То есть, если у вас дома тепло, очень сухо, ребенок ложится спать. За ночь вся слизистая у него высыхает, он с утра встает, слизистая вся отрезкается, потому что нету слизи. Наслаиваются бактерии, вирусы и даже своя флора, которая может быть нормальная, она вызывает патогенные какие-то заболевания. Это к тому, что я рассказывал вначале про местный иммунитет. Местный иммунитет – это наше слизистая. Вот с ней надо работать. И 90% случаев, если адекватно работать, дети начинают меньше болеть. Получается, даже в режиме самоизоляции можно помогать своему иммунитету и поддерживать его, не прибегая, безусловно, еще раз повторюсь, к дорогостоящим. Тем самым волшебным пилюлям, назовем их так. Это да. Следующее правило идет – это правильное питание. Вот сейчас самый тот период, когда можно правильно питаться. Во-первых, ребенка, если касается детей, не надо заставлять есть. Потому что у нас все равно 21 век, от голодания никто не умирает, никто не страдает. Детский организм все равно свое возьмет. Правильное питание – это есть. И у кого-то видел, когда-то читал книжку, видел фразу, что самые лучшие специалисты по иммунитету находятся в бакалеях, на рынках и так далее. Потому что это действительно фрукты, овощи, правильное питание. Это вот лучшие иммуномодуляторы, стимуляторы и так далее. Следующее правило, может, оно очень интимное для кого-то, кто-то не обращает внимания, это чтобы у ребенка не было проблем с желудочно-кишечным трактом. Потому что в животе у нас находится 60% нервной системы, процентов 50% иммунной системы. Ну и как бы и перестать, и как правообращение и так далее. И многие замечают, даже взрослые, у кого-то там экзамены проходят, у кого-то сразу схватывают живот. Потому что там находится очень много нервной системы, а нервная система очень активно влияет на нашу иммунную систему. Поэтому если замечают у ребенка какие-то нарушения со стулом, животом, частые боли, не надо здесь стесняться, не надо переживать, надо сразу обращаться к врачу. Потому что это будет как порочный круг, у ребенка чуть-чуть болит, дали волшебную пилюлю, вроде прошло, но нервная система расшатывается, опять запускает повышенный, не знаю, спазм перистальтики, опять болит. И как порочный круг, и потом, когда уже приходят к врачу, уже лечить очень сложно. Заболевания желудочно-кишечного тракта лечатся все равно полгода, год минимум. Проще увеличить пневмонию, чем даже те же самые запоры у детей. Павел, если количество имбиря, лимона, меда увеличить в своем рационе, позволит ли все это вместе поднять иммунитет? Это позволит поднять, если меда это, позволит поднять уровень сахара в крови, это точно, это 100%. Да, еще привлечь бактерии, безусловно. Да, конечно, привлечь, конечно. Уровень каких-то витаминов, да. Но почему используют витамин С, это имбирь, сейчас очень популярный имбирь, потому что имбирь, он вызывает повышенное слюноотделение. А это вызывает то, что слюна быстрее смачивает нашу слизистую, и все бактерии, все, что застряло у нас, оно все быстрее смывается. Это вообще самая главная задача. И здесь самая главная задача, и родителям рассказываю, научить детей правильно пить. Не то, что ребенок целый день не пьет, зато он приходит и пол-литра воды выпивает, и все, и счастливо. Пить надо чаще, чтобы слизистая обновлялась. Здесь же идет момент, что надо начинать ребенка закалять. Закалять именно местно, по сути, использовать прохладные напитки. Использует кто-то, использует, конечно, лед там дает ребенку. Но это когда уже организм подготовлен. Даже когда дети, очень часто даже от лора врачей слышно рекомендации, у вас часто болеющий ребенок, ангидно-тензиллиты, запишите его на фигурное катание. Потому что вот этот лед, вот эта низкая температура, которая вокруг, она вызывает небольшой спазм сосудиков. Сосуды сокращаются, и получается сокращение сосудов вызывает уменьшение отека, уменьшение вот этих вот миндалин. И сейчас тот самый период, когда не теплыми напитками ребенка надо поить, а чуть-чуть прохладными напитками, кто-то в чай бросает, лед бросает. Вот это очень важный момент. Следующий важный момент по здоровью – это адекватно научиться промывать нос. Капать даже капли в нос. У нас очень единицы вообще, кто умеет делать это правильно. Даже те же самые сосудосуживающие. Если закапали капли и чувствуете эти капли в горле, значит носу ничего не досталось. Обычно у нас все закидывают голову, начинают капать капли. Говорят, ох, как хорошо дошло до горла. Это значит, что носу не досталось. Люди начинают пользоваться каплями чаще, начинают привыкание к этим каплям. Закапывать надо адекватно. Вся слизистая находится у нас спереди, поэтому голову на бочок, и только тогда закапывать назад голову, закидывать не надо. Павел, мы уже говорили о том, что сейчас режим самоизоляции. Безусловно, прийти на прием в силу ряда причин невозможно. Я знаю, что вы один из первых, кто запустил горячую линию. Вы онлайн даете консультации, разговариваете с пациентами. Причем, несмотря на то, что вы врач-педиатр, к вам звонят и обращаются и взрослые населения. Почему решили, в общем-то, открыть горячую линию? Ну, горячую линию уже открыл как три недели. Завел отдельный телефон, отдельный номер подключил и опубликовал пост в социальных сетях. У него там было больше ста репостов в каждой социальной сети. Ну, во-первых, решил, потому что я целиком поддерживаю идею по карантину, по самоизоляции, чтобы было меньше распространения заболеваемых. И большинство родителей, очень большое большинство, очень адекватно к этому относятся и также соблюдают режим. Но у всех возникают вопросы по здоровью детей, мало ли, ребенок заболеет. Когда маленькие дети до года, у них возникают вопросы, как водить прикормы, что ребенок должен делать, как делать правильно, там, массаж и так далее, если какие-то жалобы. Именно для этих родителей и сделал горячую линию. Это была, как бы, первая часть. А вторая часть была, у меня очень много знакомых, работает он на скорой, коллеги мои, чтобы уменьшить количество вызовов именно на скорую. Потому что режим самоизоляции, родители не могут прийти в поликлинику, но, мало ли, у ребенка поднялась температура, ну, и все сразу вспоминают нашу неотложную помощь, нашу скорую помощь. И чтобы не вызывали с температурами, с небольшими, там, с какими-то простыми сыпьями, жалобами в животе, болями. Это как раз, как бы, тот момент, что я могу, даже если я могу уменьшить на один вызов со скорой помощью, уже будет хорошо. Вот, и три недели работает, ежедневно 50, 60, 80 сообщений приходят. Какие звонки вас, возможно, поразили или удивили больше всего? У меня день начинается так, я с утра встаю и беру сразу этот телефон, смотрю, какие-то неотложные эти, потому что у кого-то случаются какие-то вопросы, какие-то экстренные ситуации ночью. Ну, большей частью это бывает, или ночью, или выходные. Ночью вы отдыхаете все-таки. Ну, ночью, да, но с утра вот встаю, в 6 утра примерно, я пролистываю, если какие-то сообщения требуют прямо неотложной помощи, неотложной, стараюсь отвечать сразу. Это раз. Бывает, родители просто допишут, у ребенка кашель, что делать? Понятно, что такой вопрос требует большого количества уточнений. Я или созваниваюсь с родителями, или пишу уточняющие вопросы. Когда кашель, какой кашель, есть аллергия, нет, кашель с утра, кашель там только ночью, нос дышит, не дышит, но очень много вопросов. Есть ли температура, нет. Да, потом иду на работу, в перерыве между пациентами, между вызовами, также отвечаю на эти вопросы, потом прихожу домой, стараюсь провести время с детьми. У меня у самого четверо детей, поэтому стараюсь с каждым провести, не знаю, минут по 20, именно эффективное время, сделать то, что хочет ребенок, помочь, не знаю, с уроками, поиграть с ними, порисовать. И потом опять начинаю отвечать на эти сообщения, ну, благо мне и супруга, как бы и дети поддерживают и помогают. Вопросов приходит очень много, в последнее время стало приходить очень много вопросов по взрослым, тоже интересно. Первые вопросы были, каждую неделю я выкладываю топ вопросов, который был первый, в первую неделю топ вопросов был, первое место занимала у нас температура, у всех была температура. После этого я написал два небольших поста с основными правилами снижения температуры. И даже, и вопросов стало по температуре меньше, если кто-то даже задает, перекидываю же это, что это немножко автоматизировать работу, потому что, ну, ничего не скажу, препаратов у нас... Но время отняется. Да, препаратов у нас два, это или парацетамол, и фирменные названия, или ибупрофен, тоже много фирменных названий. Ну, а дальше есть какие-то свои нюансы, почему не сбивается, когда это все описал, стало меньше вопросов. Следующий вопрос был на первой неделе, как самому сделать маску, вот прямо медицинскую. Надо ли вкладывать вату, сколько слоев, а хватит ли два слоя, чтобы выйти на улицу, или лучше сделать четыре. Здесь, конечно, я отправляю на видео, которых очень много на ютубе, просто вот скидываю, вот маска делается так. Ну, как бы, чтобы не рассказывать и не изобретать велосипед. Потом поведение прикормов у детей, ну, это для маленьких неактуально. Следующая неделя топ поменялся, как бы и кардинально вообще подменялся, очень интересно. К тому, что на первом месте стали вопросы по бытовым травмам и ожогам. То есть люди сидят дома, может быть, немножко устают от того, что сидят дома. И вот ожогов стало очень много, присылают обычно фотографию, как бы, и что делать. Ну, благо, что у всех, кто обращался, у всех там первая-вторая степень ожогов. И, ну, с ними можно справиться без, мол, очной консультации с врачом, потому что все то же самое сделают. Ну, опять же, по топу вопросов пишу сразу пост, и, если что, пересылаю уже готовый этот ответ, потому что так сделано. Получается, благодаря горячей линии можно, в принципе, в динамике посмотреть, как меняется поведение и людей, да, и, ну, как сказать, меняется как их заболевание, в том числе то, что их волнует, беспокоит. Да, поэтому и вот именно то, что я получаю по топу вопросов, это я передаю и нашему заведующему. И заведующий передает выше, чтобы просто знать, повышена ли, ну, заболеваемость ОРВИ, то есть температура, повышены ли бытовые травмы и так далее. Вот это мы обязательно передаем. Следующий интересный был вопрос, просто, но это большей частью от взрослых, как сделать антисептик в домашних условиях, это есть интересные вопросы, как, не знаю, правильно мыть пол, чтобы он был стерильный, потому что там кто-то даже описывает историю, я мою, мою там, и потом протираю, опять на нем там пыль и так далее. И ребенок это, и поэтому тут, опять же, основной момент для совета родителям, ребенок не должен жить в стерильных условиях. Ребенок должен жить в чистоте. Абсолютная стерильность никому не нужна. То есть иммунитет в абсолютной стерильности не работает, и учитывая, что не работает, когда встретится с вирусом, с бактерией, он отреагирует неадекватно. Поэтому всем советую не пользоваться амирамистином везде. Потому что кто-то заливается, кто-то в нем купается по 10 раз, убивает свой иммунитет. Интересные вопросы присылают взрослые, но когда присылают именно по давлению у кого-то, по сахарному диабету, я советую с коллегами, которые занимаются конкретно этими вопросами взрослыми. Кто-то помогает, тоже дает ответ или связываем по телефону. Ну, врачи и пациенты. Насколько примерно за эти три недели вы приняли звонков, сообщений, какую-то статистику подводили? Да. Ну, статистику подводил каждую неделю. Сейчас, конечно, не смотрю, но минимум, вообще самый минимальный день, это было 30, наверное, сообщений. А в среднем это где-то 50-60. Ну, то есть можно сказать, что за неделю примерно от 200 до 350 звонков и обращений поступают к вам на горячую линию. Ну, примерно. Ну, примерно, да. Примерно так вот. То есть ориентировочно где-то около тысячи пациентов обратились к вам за помощью. Ну, в общем-то, если эти цифры все сложить, я думаю, что ни один звонок вы, так скажем, перехватили у службы 112 скорой помощи и, безусловно, сняли часть нагрузки с этих служб, которые сегодня очень сильно загружены. Ну, я это буду очень рад, если так оно есть. Все-таки работа горячей линии, она будет продолжена вот в рамках именно карантина, в рамках режима самоизоляции или вы уже подумываете о том, чтобы оставить ее на постоянной основе? Нет, пока я подумаю, что эту линию я как раз делаю под режим самоизоляции карантина. Потому что если карантин будет убран, режим самоизоляции будет снят, родители могут прийти к педиатру на прием и пообщаться очно, потому что заочно можно решить некоторые вопросы. Но все равно надо видеть ребенка, надо видеть, как он растет, потому что многие считают, что о, педиатр, говорит, посмотрел. Но когда педиатр рассматривает ребенка в первый раз, это кажется, что он пощупал лимфоузлы, вроде и все. Потому что объективно оценивается и состояние кожи, и тургор ткани оценивается, и влажность оценивается, и рост волос, пигментация оценивается. Очень много параметров. Когда это я тоже писал, получается, что при осмотре ребенка педиатр оценит около 60 параметров. Хотя на самом деле кажется, вроде рост вес и все. Ну это для родителей, это то, что видят родители. Кажется, это, да. Поэтому ребенка надо видеть, заочно можно решить неотложные вопросы. Но лучше всегда видеть ребенка. Поэтому, наверное, врачи тоже ждут, не дождутся, когда завершится режим самоизоляции, чтобы уже приступить к привычному режиму общения с своими пациентами. Да, конечно. Но учитывая, что я работаю вообще участковым педиатром, самая главная задача педиатра, ну по сути и терапевта, это знать свой участок, знать своих людей. Если ты всех знаешь, по сути, ты всегда решишь все проблемы, касаемо со здоровьем. Павел, что бы вы пожелали всем нашим телезрителям в завершении нашей программы? Самое главное мое пожелание, чтобы пока находитесь на режиме самоизоляции, чтобы родители учились оказанию первой медицинской помощи своим детям и неотложной помощи. Это самое важное, потому что сейчас в данных условиях каждый родитель должен быть немножечко врачом, немножечко медработником. И вам будет легче жить, не будете переживать. И детям будет 100% легче. Спасибо вам за информацию. Приходите еще. Обязательно. Берегите себя, берегите своих детей, безусловно, и, конечно же, ваших пациентов. Спасибо большое. Будьте здоровы все. Спасибо. Вы смотрели программу «Формула здоровья». Оставайтесь дома, берегите свое здоровье, здоровье своих близких. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»